Сегодня в суде продолжились прения по делу судьи Кульпашу Темисовой, которая председательствуя в апелляционной инстанции изменила приговор и выпустила из зала суда российского бизнесмена Александра Сутягинского. Его обвиняли в организации покушения на убийство и хранение боеприпасов и требовали посадить на 12 лет. Эта история год назад вызвала бурный резонанс в обществе. Появилась версия, что это был обычный рейдерский захват бизнеса Сутягинского. Теперь на скамье подсудимых оказалась сама судья якобы за неправильный вердикт. Однако вину Кульпашу Темисова отрицает. Более того, рассказывает, что то дело полностью контролировалось Верховным судом. Ей не раз говорили, какой приговор она должна вынести, но судья пошла по пути закона, за что и удостоилась показательной порки. Недаром прокурор в речи, согласованной им с генеральным прокурором РК, просил назначить мне предусмотренные санкции статьи 350, часть 2 УК, максимальный срок наказания, чтобы показать, как будут поступать судьями, которые будут выносить решения, неугодные руководству суда и органам прокуратуры. Это обвинение я расцениваю как инструмент репрессии против независимости и самостоятельности судей. Гособвинитель требует для бывшей суди Утемисовой максимальный срок наказания – 7 лет лишения свободы. Неудовлетворительное состояние здоровья и 32-летний стаж работы послабление не дают. Это же показательная порка. Кроме того, на Утемисову до кучи хотят повесить ответственность за позор испубликанской Фемиды. Мол, неверный вердикт судьи повлек тяжкие последствия. Она нанесла урон и без того давно прогнившей системе правосудия. Попросив 7 лет по максимуму, ничем не обосновал свою просьбу. Хотя там, когда смотрим на минимальное мерное наказание, он не учел совсем ничего. Просто тихо, тупо попросил 7 лет. В глазах у них я не заметил ничего человеческого такого. Равнодушный. Видимо, установка была дана заранее, но не выполняет. Белая ворона среди гнилых коллег и человек с большой буквы для простых людей. Поддержать кульпашу Темисову сегодня пришли те, кто знает бывшую судью уже много лет. Кто-то кого-то убил, какие взятки берет на свободе, а у нее даже, можно сказать, запасного трусов-то нет. За что? За то, что она в грудь била, говорила, родина моя, Казахстан. Вот за это страшно, конечно, я опять хочу сказать. Страшно за детей будущие, страшно за Казахстан. Что у нас творится? Нету справедливости. Сейчас судьба кульпашу Темисовой в руках Гульшаха Арчунибековой. Теперь она в том же положении, что и ее коллега год назад. Вопрос лишь в том, сможет ли она также пойти против системы, ослушаться высокое руководство и оправдать невиновную по закону судью. Субтитры создавал DimaTorzok